Всем привет! Для сегодняшней, крайне интересной и полезной самоделки потребуется вот такой галетный переключатель. Точнее, потребуется верхняя его часть, за счет которой осуществляется переключение между галетами. Отвинчиваю винт и снимаю переключающий узел. Узел обязательно проверяю, чтобы все переключалось как и ранее. Кроме переключателя, потребуется еще вот такой вот блин, диск. Не знаю от какой техники, бережно хранился в запасах и вот настал его час. Рассверливаю отверстие. Для крепления сверлю два отверстия диаметром 2,5 мм. В получившихся отверстиях нарезаю резьбу М3. Эстетика играет не самую последнюю роль, поэтому немного облагораживаю деталь наждачной бумагой. Движения осуществляю в одном направлении. Изготавливая различного рода жетоны и тому подобные изделия, я понял, что при таком способе шлифовки поверхность получается гораздо более привлекательной, чем при полировке круговыми движениями. В зеркало не полирую. Мне кажется, это излишне. Останавливаюсь на наждачке 800 номера. Закрепляю переключатель к основанию через латунные втулки. Еще сам Сунь Цзи в трактате войны говорил, что крепеж без шайб и шайбы Гровера это не крепеж. Поэтому, следуя этой самой истине, использую шайбы, шайбы Гровера и дополнительно две гайки. Сам переключатель отныне переключается очень туго. Руками его с места не сдвинешь. Но это даже и лучше. В заранее просверленное отверстие устанавливаю штекер для подключения питания. Из-за значительной толщины стенок использовать крепеж в виде гайки не представляется возможным. Поэтому использую эпоксидный клей. К слову, в отверстии нарезана резьба, для того, чтобы клей лучше сработал. На шток переключателя устанавливаю втулку с резьбой. Поскольку алюминий такой металл, к которому очень плохо что-либо прилипает, липнет и так далее, из-за оксидной пленки, во втулке нарезана резьба М6, для того, чтобы было сцепление эпоксидной смолы. Для того, чтобы скрыть имеющиеся отверстия, в которых нет надобности, прикручиваю декоративную накладку. В то время, пока эпоксидная смола набирала прочность, я также установил светодиод и два провода с штекерами питания. С обратной стороны разъем. Сейчас предстоит подобрать токоограничивающий резистор для светодиода. Очень часто мои подписчики в комментариях спрашивают, где я беру радиодетали времен Советского Союза. Не знаю почему, они сами ко мне притягиваются. Вот такую вот целую кучу резисторов и мощностью 1 ватт, и 0,5 ватт, и 0,25 ватта. Я нашел, не поверите где, на мусорке. Какой-то мерзавец пытался избавиться от этого всего богатства. Монтаж завершен, можно проверить. Напряжение питания 24 вольта. Должно воспламениться красным ярким свечением. Сразу же устанавливаю верхнюю деталь. Вот такой отрезок алюминия, изогнутый под углом. В отверстии нарезана резьба М12 с мелким шагом. Для того, чтобы воспрепятствовать самовольному откручиванию, устанавливаю шайбу, шайбу гровера и еще дополнительно гайку. Далее мне потребуется вот такой разъем с содержанием золота. Разбираю его. Разбирается все довольно просто. Немного укоротил одну из деталей и собираю бывший разъем в обратном порядке. Устанавливаю детали на устройство. Вероятнее всего, вы уже догадались о целевом предназначении. Для тех, кто еще не догадался, поясню. В данном случае речь идет об необычной подставке для паяльника. Некоторое время назад приобрел его вот такой паяльник. 24 вольта. Для чего нужна возможность поворота. Все дело в том, что когда работаешь с какой-либо техникой или еще чем-нибудь электронным, это самое устройство занимает практически все место. И для паяльника остается буквально ютиться где-нибудь в углу. И в некоторых случаях очень неудобно, допустим, вот так паяльник. И приходится руку изгибать для того, чтобы этот паяльник установить. В моем же случае всегда можно выбрать именно то положение подставки. То положение паяльника, которое удобно. Для чего нужен светодиод? Все дело в том, что очень часто, по крайней мере я, забываю выключать этот самый паяльник. И он может так проработать дня 2-3, вообще не выключаясь. А наличие светодиода будет сигнализировать о том, что он находится в включенном состоянии. Когда свет будет полностью выключен в мастерской, будет издалека заметно, что на столе что-то включено. И я смогу быстренько этот самый паяльник выключить. Немного позже, в свободном месте, вот здесь, установлю еще и серветку. Для того, чтобы можно было очень быстро очистить жало паяльника. Все непременно пишите свое мнение в комментариях, будем общаться. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего, но пасран. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok